Ну что ж, друзья мои, продолжим, продолжим наши с вами ежедневные разговоры о бизнесе, и не только. Бизнес-канал на Финам.ФМ, меня все еще зовут Олег Дмитриев, сейчас его вторая часть, называется она «Бизнес-класс», и сегодня у меня феерическое собрание в студии, я очень рад вас, уважаемые гости, видеть, просто рад, и по поводу, повод у нас сегодня замечательный, важный, красивый, запоминающийся, все-таки вы были, да, не где-нибудь, а были на морях, океанах. На конференции. На конференции, ну ладно, отдыхали, загорали, Игорь. Да нет, конечно, Олег. Нет, конечно, я согласен. Итак, давайте, приготовления некоторые я, тем не менее, сделаю традиционные, так, уважаемые слушатели, во-первых, тема сегодняшнего бизнес-класса, развитие предприятий и эффективное управление ими, практика успешных решений. Говорим мы об этом с моими гостями в студии. Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, добрый день, Игорь. Здравствуйте, Олег. В студии Валерия Дворцевая, генеральный директор кадрового агентства Визави Консалт, добрый Валерия. Добрый день. И в студии Евгений Чанышев, генеральный директор компании «Инфозащита». Добрый день, Евгений. Добрый день. Всем еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Можете нам позвонить, написать, задать свои вопросы, прокомментировать все происходящее. Ну и последнее приготовление, хотя Игорь, да, наверняка чуть позже сейчас расскажет об этом более подробно. Значит, встретились мы после недавно завершенного круглого стола финансовых директоров. 31 октября по 3 ноября проходил он. И не случайно в этом составе, потому что все участники, заинтересованные лица, в лице организатора, это Игорь, в лице эксперта, это Валерия. И в лице участника, это Евгений. Собственно, и собрались. Игорь, тебе первое слово. — Да, Олег, спасибо. Здорово вы пошутили, Олег, что конференция — это купание в море и веселое времяпрепровождение. Да, к сожалению, у русских часто конференция... — Именно этим и ограничивается. — Да, именно этим и ограничивается. Это банкеты веселья. В данном случае, в случае с круглым столом финансовых директоров, которые организуют КСК-групп, это, конечно, не так. Это интересная и комфортная работа, но это информационная работа. Девиз форума — это важные связи, полезная информация и комфортная обстановка. Мы после конференции в самолете проанкетировали всех 220 участников и получили только самые восхитительные отзывы. Люди сказали, вот предприниматели, генеральные директора, финансовые директора заявили нам, что они отформатировали представление о рынке, посмотрели на тенденции на рынок с высоты птичьего полета, обзавелись очень интересными связями, кто-то даже предварительные сделки заключил. Получили конкретно очень полезную информацию от экспертов, чуть позже скажем, о тематике, что касалось вопросов развития бизнеса, что касалось вопросов устойчивости и безопасности бизнеса, какие эксперты за что отвечали. Клиенты некоторые выписывали конкретные вопросы и получали конкретное консультирование. Вот Валерия, наверное, расскажет, а Евгения расскажет, мои коллеги и друзья теперь расскажут от себя. То есть вот таким образом очень много полезной информации, полезных связей, полезных выводов сделали участники. Валерия, это так. Ну, то есть, в конечном итоге ты меня убедил, что прежде всего вы не отдыхали, загорали, не купались, а прежде всего работали. Ну и иногда все-таки, да, находилось, наверное, Жень, время какое-то для того, чтобы погрузиться в эту теплую соленую водичку. Да, Олег, совершенно верно. Вот я первый раз, когда приехал на форум, а я вот в этот раз ездил уже третий раз, вот я был удивлен. То есть я ожидал, что, да, действительно люди выехали отдохнуть, вот, расслабиться. Причем, конец октября, начало ноября, здесь уже неприятно, да, за окном, а там все еще. Да, ну вот первый раз это была Греция, да? Да. Вот, и я сам был удивлен о том, что с утра в первый день все практически люди, полный зал, значит, все. И это продолжалось до вечера. Я сначала даже не мог поверить, думаю, что такое, может быть, там в конце призы какие-то будут. Да, да, да. Вот, но люди, они действительно... Может, их заперли и не выпускают просто. Вот, потому что, ну, действительно там это интересно и очень много новой информации, причем информация разная, совершенно разноплановая. Вот, то есть я, например, там для себя, если в прошлой, на прошлом круговом столе я больше интересовался вопросами финансовыми, налоговыми, то вот, например, в этот раз я больше посещал управленческие секции, вот, секции, посвященные развитию продаж, маркетинга. Ну, кстати, это зависело от тебя исключительно, да, потому что выбор был, ты мог бы посетить и этот, да, стол и этот. Выбор есть, причем организовано все очень грамотно. С одной стороны, иногда бывает, приезжаешь на какой-то большой форум и идет параллельно шесть сессий. Вот, ну, не знаешь, куда себя деть, и сюда хочется, и сюда. Вот, значит, здесь три сессии параллельно и четко можно, это не в первый день, в первый день там... Кстати, Игорь, извини, это сознательно было сделано, я так понимаю, да, потому что действительно вот этот выбор, обилие выборов, в конечном итоге, да, мешает. Успех конференции, он заключается в абсолютно четко рассчитанной логистике, в абсолютно четко рассчитанной логистике. Вообще, концепция конференции следующая, туда должны прилететь и финансовый директор, и генеральный директор. И мы даже поменяли название, пока рабочее название клуб директоров, там другие есть клубы директоров, но клуб финансовых директоров, круглый стол финансовых директоров, это слишком узко. Смысл в том, что генеральный директор, или он же собственник для нашего целевого клиента среднего бизнеса, он должен опуститься на грешную землю, так скажем, и вспомнить вот эти вот задачи, посмотреть на эти задачи, которые там ставились. Это налоговая безопасность, правовая безопасность, это IT-вопросы, это кадры, это маркетинг, то есть продвижение на рынок и продажи, очень много во всех этих вопросах нового, да, а финансовый директор, он должен подтянуться под стратегическое, к стратегическому видению генерального директора. То есть они должны приблизиться друг к другу, и поэтому первый день это общая пленарная сессия, и на второй день развилка есть, два рукава реки, один более касается финансовых вопросов, налогов, права, это для финансовых директоров, а другой все-таки более касается управления, вот как раз то, что мы говорили, маркетинг, кадры, IT-проблематика, это для как бы генеральных директоров. Ну, я понял, ну, собственно, да, аплодисменты, в данном случае, да, надо говорить о профессионально выстроенном просто вот этом стратегическом каком-то, да, управлении мероприятием, у нас немного времени до новостей, Валерия, тем не менее, я прошу прощения, да, не дали мы ей сказать слово, поэтому у вас две минуты, ну, у меня единственная, да, эмоция, если позволите, первая, вот после выслушанного досталась вам как эксперту. Ой, досталось не то слово, во-первых, вы правы, мы, конечно же, все успевали, мы успевали покупаться, и это правда, вот правильно все про русские говорят, с 6 утра до 8 утра каждый может делать что хочет, вот это совершенно так. После 8 утра совершенно невозможно до поздней ночи, уверяю вас, потому что у этого форума есть еще один большой плюс. Все эксперты, которые приезжают туда, они консультируют фактически по любым вопросам, которые входят в зону компетенции. И это условно бесплатные консультации, и Игорь все время призывает участников форума использовать эту возможность, и это очень интересно. Это очень интересно как для участников, так надо вам сказать и для меня, потому что, когда ты общаешься с большим количеством генеральных директоров, собственников, финансовых директоров, это очень большой срез, это очень большой кусок информации, который ты вживую получаешь непосредственно. А деление на секции, на самом деле, ну вот не знаю, не знаю, Игорь, у меня есть подозрение, что есть другая задумка. Я тоже там не первый раз, и видя повторно людей, которые прилетают, я задавала вопрос, скажите, пожалуйста, а вы вот второй раз? Они говорят, да, да, но это же как в анекдоте умное и красивое, я же не могу разорваться. В прошлый раз я ходила вот на эти секции, а сейчас вот целенаправленно прилетела вот ходить вот на эти, вот то, что говорил Женя, да, там, финансы, да, я успел в прошлый раз, но вот, а теперь на управленческую, теперь про персонал, теперь вот с вами пообщаться. Поэтому это тоже имеет свое значение. Значение имеет, это логично, да, как минимум? В общем, логично, потому что люди, которые туда приезжают, они понимают, что они имеют дело с экспертами высокого уровня, они понимают, что это реально не просто информация, а это кейсы, бизнес-кейсы, это полезная информация. Спасибо, Валерия. Значит, сейчас что мы делаем? Прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, видимо, там какие-то свежие уже подошли, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Игорь Островский, старший партнер ГСК Групп, Валерия Дворцевая, генеральный директор кадрового агентства Визави Консалт, и Евгений Чанышев, генеральный директор компании «Инфозащита». Мы говорим на тему развития предприятий и эффективного управления ими, обсуждаем практику успешных решений. Некоторое время назад мои уважаемые гости обсуждали это в других местах, в других, более теплых местах, потому что мы сегодня, так сказать, встретились по факту как раз, завершившихся недавно, круглого стола финансовых директоров. Уважаемые слушатели, еще раз напомню, телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Итак, продолжаем наш разговор. Игорь, ну вновь тебе тогда, да, первый шар. Собственно, давайте сосредоточимся на том, какие основные задачи ставили организаторы, ну и, естественно, те, кто им помогал, и те, кто в конечном итоге все это дело слушал, внимал. Какие задачи, прежде всего, для бизнеса стоят на твой взгляд? Да, задачами конференции это было действительно информирование и практическое консультирование, то бишь обучение клиентов. Дело в том, что целевой клиент КСК группы, этого стратегического партнерства, это средний, ну мы предпочитаем не говорить нашим клиентам, что они средние, они растут больше. Игорь, закрой уши, извини, Женя, закрой уши, чтобы ты не слышал. Вот, мы говорим, что это частный, нересурсный, реальный российский бизнес. Собственно говоря, это торговые, строительные предприятия, предприятия производственные группы B, вот, и услуги B2B, значит, вот это именно были участники, именно это были предприниматели в лице финансовых и генеральных директоров. И вот вы знаете, Олег, дело в том, что очень часто эти клиенты, они, эти предприниматели такого уровня, ну, условно можно еще сказать, что это от 400 миллионов рублей по году, денежный их оборот, и до верхней границы, до выхода на IPO. Вот, вот этот средний бизнес частный, он иногда на самом деле не знает, что он может почерпнуть от профессионального консультанта. Какие-то бизнес-системы, бизнес-функции, о которых шла речь, это налоговая, правовая, IT-функция, кадровая функция, маркетинговая функция, управленческая. Бизнесмены, они еще не понимают, что их можно развивать как-то системно, с помощью профессиональных консультантов. Извини, пожалуйста, Жень, то, о чем говорит Игорь. Ну, безусловно, это правда. То есть ты, изучив что-то в свое время, да, когда начинал бизнес, когда он развивался, достигнув, да, какого-то уже, ну, на твой взгляд, потолка, не понимаешь, что, оказывается, можно и дальше идти, да, ввысь расти дальше. Об этом речь? Об этом тоже, но есть знания теоретические, что мы можем где-то почерпнуть в учебниках, в статьях, вот, а есть знания практические, то, что происходит при реальном общении, вот, то есть важная такая вещь, это то, что на форуме можно пообщаться с такими же бизнесами, как ты сам, примерно такого же размера, и обсудить с ними, как они решают эту проблему, какая у них ситуация, вот, то есть... Ну, кроме форума, этого негде сделать, что ли? В интернет зашел, там наверняка есть тоже масса других форумов. Нет, ну, интернет, это совсем другая история, здесь очень важно, что это действительно происходит в теплых, хороших краях, вот, и там... И потом личное общение, все-таки, да? Есть соответствующая атмосфера, да, и там люди забывают про внешние какие-то атрибуты, они нормально общаются, открыто, вот, можно обсуждать такие темы, которые ты не только в интернете там не будешь обсуждать, но и так вообще, может быть, не будешь. И мы всегда призываем наших гостей, проще, проще, еще проще. Меньше снобизма, больше оптимизма, мы говорим. А проблема вообще, да, снобизм, проблема? Ну, финансовый, генеральный директор, все такие, да, щеки раздулы. Генеральный директор, он же собственник для нашей целевой группы, и финансовый директор, безусловно, это элиты бизнеса, безусловно, это главные люди, собственник главный, генеральный на втором месте, или генеральный собственник, это одно лицо, и его правая рука, это СФО, финансовый управляющий, это финансовый директор. Поэтому, безусловно, это элита. И мы, ну вот не знаю, господа согласятся или нет, в начале, когда мы садимся в зафрахтованный нами самолет, вот, мы видим какие-то поползновения, что ли, как-то свой статус обозначить. Я как раз хотела сказать, что, знаете, проблема снобизма, она заканчивается, вот, она так, видимо, хорошо небо влияет, да, вот, пока летишь, а он так... Небо голубое, вы имеете в виду, да, яркое солнышко? Ну, надо сказать, поскольку мы все люди работающие, и время очень ценно, то насчет голубизны это сильное преувеличение, насчет голубизны неба, потому что вылетаем мы поздно-поздно вечером, в четверг обычно, а возвращаемся уже в ночь на понедельник. Надо вам сказать, что если вот так перестать шутить, это такая очень тяжелая работа. Это очень тяжелая работа с удовольствием, с пользой для всех сторон, которые там присутствуют, и я возвращаясь, например, могу сказать про себя, да, я возвращаясь там в понедельник в Москву, некоторое время мечтаю, чтобы вот как-то мышцы лица отдохнули, да, потому что очень хочется помолчать, знаете, вот. И мне кажется, что снобизм, знаете, это такая же защита, когда все оказываются вместе и понимают, что да, это реально интересно, это реально полезно. То дальше вот то, о чем говорил Женя, да, это начинается, а у тебя как, а у меня как? И когда ко мне, например, подходят люди и говорят, скажи, пожалуйста, а вот мы подобрали вот там нам специалиста, и вот у нас вот так что-то сложно, или вот здесь нам не годится, или как вы подбираете, начинаешь давать конкретные кейсы, конкретные решения, обсуждать с ними какие-то совершенно четкие вопросы, которые вплоть до того, что просто люди достают мобильные и говорят, сейчас я им позвоню, чтобы они так сделали, быстро-быстро, чтобы делали, потому что вот мы и не знали, что так можно, да. Я бы еще, наверное, добавила, что средний бизнес отличается, с одной стороны, очень высокой мотивацией, да, им нельзя стоять на месте, потому что на лаврах почивать, ну вот пока лавров так немного, что упасть можно сильно. Ну и на пятки, наверное, наступают, да? И на пятки наступают, и еще очень хочется быть больше, успешнее, крупнее, еще на это очень много сил и интереса, и поэтому здесь очень важно отделить, знаете, просто по молитве старцев, да, то, что я там могу, да, от того, что я не могу, да, отделить то, что вот мне надо хотеть и делать, и то, что я не могу. И тогда здесь действительно невероятно важна роль консультантов, экспертов, которые им говорят, что ну да, вот, например, там какие-то обстоятельства, да, вот это у всех так, и с этим что-то сложно сделать, и тогда они перестают чувствовать себя вот как-то особенными, это у меня у всех не получилось, да, и наоборот, вот решение. Я предположу, да, вот, Женя, о чем Валерия говорит, очень сложно, когда ты, да, наедине с собой объективно оценить, да, вот эти, что я могу, что я не могу, а когда ты общаешься с похожими, да, на тебя, и тем более слышишь, что, да, у многих такие же вопросы актуальны, становится гораздо проще. Да, и тут есть еще интересный момент, что мы для себя, например, участвуя, завели множество интересных знакомств, потому что это средний бизнес, вот, это компании, которые могут реально быть полезными, вот, там есть из разных областей, из логистики, из финансов, вот, и пообщавшись с людьми, там, в менее формальной обстановке, там, про их бизнес, ты, там, для себя делаешь вывод, а вот могу я этой компании поручить, там, свою логистику? Жень, извини, сейчас я прерву, мы послушаем рубрику на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Итак, продолжаем эфир, друзья мои, бизнес-класс на Финам.ФМ, сегодня говорим на тему развития предприятий и эффективного управления ими, обсуждаем практику успешных решений. В студии бизнес-класса Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, Валерия Дворцевая, генеральный директор кадрового агентства Визави Консалты, Евгений Чанышев, генеральный директор компании Инфозащита. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Ну что ж, продолжим наш разговор. Я в очередной раз, извините уже за банальности, напомню, что тем-то наверняка очень много тех, которые мы могли бы обсудить, но у нас, к сожалению, эфирное время не резиновое, как в таких случаях говорят, поэтому, если можно, мы каких-то важных, стратегически важных вещах говорим. Ну и, Жень, мне вот прежде всего, конечно, твое мнение интересует, как человека, для которого все это делается. Насколько, на твой взгляд, да, ты попала это все в точку, насколько, на твой взгляд, это все нужно, потому что, возвращаясь, кстати, к разговору, ну, снобизм, бог с ним, действительно, это все пережиток, что называется, да, личностный. О других, более материальных вещах. Помнишь, в предыдущем эфире, мы, кстати, полгода об этом говорили, да, вот была тема такая. Мы приглашаем руководителей предприятий, они говорят, что вы там нам можете рассказать, мы все это знаем. Потом у нас нет времени, ну, это объективно, у них нет времени. То есть нужно, да, из бизнеса на неделю, понятно, что там можно там позагорать, искупаться, да, но они, я думаю, найдут время в любом случае. На три дня. На три дня, хорошо. Только пятница рабочая. А потом у них у кого? Мы тут тоже, собственно, директора, да? Я прошу прощения, Валерия, но тем не менее, я сейчас с точки зрения Жени все-таки. Прежде всего, с точки зрения Жени. Да, действительно, вот важно вырваться, это один, ну, были случаи, там, два рабочих дня, плюс два выходных, потому что... То есть это проблема, давай начнем с этого, да? Для тебя это проблема все-таки? Нет, ну, конечно же, потому что нужно оставить бизнес, уехать, значит, и сконцентрироваться, там, и оттуда бизнесом не поуправляешь особо, потому что нужно концентрироваться на другом. Вот, но возможностей там достаточно много. Это, вот, что мы еще не сказали, ну, вернее, коллеги мои упомянули, я готов это подтвердить. У тебя появляется возможность пообщаться с различными консультантами, вот, причем самого разного уровня. Там есть представители и большой четверки, вот, есть просто компании, которые много лет на рынке, которым, находясь в Москве, чтобы получить такую консультацию, нужно просто заплатить достаточно большие деньги. Ну, и подождать, наверное, еще записаться, да, дождаться, время на дорогу уйти. Вот, а здесь я даже шутил, что там вот эти расходы, которые есть, они там отбиваются в несколько раз. Естественно, мы как бизнес считаем деньги. Это правильно. Вот, это никакие, там, не небольшие деньги, но тем не менее, вот. И поэтому я каждый раз, я, как вот я уже говорил, третий раз езжу, каждый раз возвращаясь, я подвожу итоги для себя, записываю, с кем я познакомился, что нового я узнал, что я предприму в рамках своего бизнеса. Вот, и получается такой довольно объемистый у меня документ каждый раз. То есть, вот, и первый раз, я думал, второй раз он будет там поменьше. Нет, какие-то другие вещи. Вот, на что-то другое я обратил внимание. Поэтому, вот, для себя я нахожу это довольно полезно. Здорово. Ну, я тогда подхвачу, просто говорим о конференции. Так, что же там было буквально в двух словах? Опять-таки, тема налоговой безопасности. Как не получить доначисление? Мы там это очень хорошо все обсудили. Пожалуйста, можно материалы, так сказать, конференции взять. Правовая безопасность. Как не потерять свою собственность? Вот, рейдеры, это не миф, они существуют и так далее. В области IT, автоматизации. Обязательно надо бизнесу автоматизировать учет. Это так называемая система ERP. И обязательно нужно автоматизировать бизнес-процесс. Это немножко новое слово, но уже тоже люди достаточно хорошо понимают, что нужно постановку, контроль задач и исполнение их, да, и электронный документ, и оборот. Это все нужно автоматизировать. Эти системы называются workflow. Это очень важно. Эффективность труда повышается на 30%. То есть 100 человек начинают работать, как 130 человек. По кадрам я даже не претендую. Это наверняка Валерия Дорослава. Отдельно мы с ним. Да, визави консалт, руководитель и владелица расскажет. Вот, по кадрам отдельно. А маркетинг, продажи, реклама, здесь огромные произошли изменения. Диджитал среда, то есть интернет среда, цифровая среда. Хотя бы я скажу одно. За последние три года бюджеты, которые вот компании планируют на диджитал, они выросли, Олег, вдумайтесь, с 3% до 45% бюджета. Это отъехало в область диджитал продвижения. Это тектонические, как вы выразились, сдвиги. Тектонические сдвиги. Ну и там другие вещи, которые мы тоже обсуждали. Там биосфера бренда, вокруг сайта и так далее. Ну и эффективность бизнеса, это тоже очень важная тема, управленческая тема. Мы даже очень много в колуарах с владельцами говорили, собираемся кружком и говорим. Ну и все-таки про кадры, Валер, может быть, скажешь слово? Ну, я-то вообще в особенно хорошей ситуации, потому что у кого-то решены вопросы с налоговой безопасностью, и вроде как, вроде пока кажется, что решены у кого-то с чем-то. Ну, я же говорю, кажется. Да, нам постоянно что-то не нравится. Но практически ни один собственник, ни один директор не может сказать, что у него решены вопросы с персоналом, что ему не нужен персонал. Потому что если он не нужен сейчас, он понадобится завтра, или он был нужен вчера, и ты прогнозируешь какую-то потребность, потому что люди меняют работу, люди там женятся, разводятся и так далее. То есть я хотел уточнить, это как бы всегда так, или это свойство нынешнего времени? Это вообще нормально, потому что люди должны расти. Если компания крупная, им есть куда расти внутри компании, нормально, если они там остаются. Но людям надо менять задачи. Меняется сама культура компании, меняются там задачи в компании, кто-то подходит, кто-то не подходит. Поэтому, ну, в конце концов, просто там детей рожают, да, там уезжают в другие места. Поэтому персонал всегда нужен. Вопрос в другом, да. Когда его менять? Как его менять? Технология замены, да. Мириться ли с тем, что имеешь, и вроде как, ну вот, а где взять другой, да? Или наоборот, понимать, что это очень важный участок работы, да, и я не готов мириться. Понимание, что такое рынок труда. Все понимают, что есть, там, я не знаю, биржевые какие-то котировки, рынки. Но ведь не все понимают, что рынок труда — это такой же рынок, да? Это уровень зарплат рыночный или не рыночный. То есть есть спрос, есть предложение, да, они постоянно балансируют. Все точно так же, да. Разница между восприятием собственника, да, ведь главный человек, который в среднем бизнесе набирает людей, это сам собственник и есть. Вот собственник думает про мотивацию людей, про отношение людей к бизнесу по одному, а сам-то наемный персонал, он видит картину совершенно иначе. И вот действительно, профессиональный консультант, он и как переводчик тут служит тоже. Да, 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 мы очень много разговаривали на конференции о том, что есть точка зрения бизнеса, который говорит, я хочу, я же крутой, я же буду вот расти постепенно, и пусть ко мне приходят те, кто потом вырастет вместе с нами, я хочу лучших. В конце концов, я плачу деньги, я заказываю музыку. Да, 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 я заказываю музыку и вообще не понял, о чем там человек думает, почему я ему делаю предложение, а он еще думает, да, оскорбительно просто какое-то вот. Кочевряжется. Да, кочевряжется. А есть другая сторона медали, да, есть соискатели, которые, вот как Игорь уже говорил, да, век современной информации, они влезают в интернет и с большим любопытством смотрят, а что написано про эту компанию, а насколько эта компания корректно себя ведет, да, а какие у нее планы развития, действительно ли она развивается, хочу ли я туда идти, зачем мне, что мне даст работу в этой компании. А есть поколение Игорь, которые уже 20-летние, они входят в так называемое поколение Игорь, у них вообще очень интересный подход и мышление, вообще новый. И мы как раз разговаривали с участниками конференции о том, что на самом деле обе стороны правы, да, и две точки зрения их необходимо учитывать, потому что это только позиция выиграл-выиграл, да, это только что нет вообще хорошего персонала. Есть персонал хороший для твоей компании, для твоей позиции, и есть персонал, который нехорош для твоей компании, но отличен в другой компании, да, потому что все зависит от задач, все зависит от стиля управления, и надо вам сказать, что в большинстве своем участники форумов, в общем-то, представляют, о чем идет речь. Когда разговариваешь про кейсы, и тут, в общем, большой поклон Игорю и КСК-групп, которые... Мы настояли, чтобы только на практических примерах мы разговаривали. Мы очень четко объясняли и показывали, как надо разговаривать, чтобы это было интересно и понятно, потому что нам-то понятно, да, мы все же говорили, не знали, что прозой называется, да, там, а вот нам объяснили, как, в общем, это делать. И тогда вот эти практические кейсы, которые мы обсуждаем, и очень много удивленных глаз, которые вдруг говорят, о, да, я думала, почему у нас вот так получилось, а как же. Более того, здесь вот то, о чем мы говорили в образовательном смысле и в развитии бизнесов, заключается еще в том, что когда ты обращаешь внимание на какие-то важные для бизнеса вопросы, да, во-первых, на них фокусируется зрение, да, у руководства компании, во-вторых, они вдруг начинают понимать, что это отдельная задача, может быть, ею должны заниматься отдельные люди, да, или, во всяком случае, это вот требует отдельного внимания, да. Да, вдруг обнаруживается, что умница и красавица, финансовый или, там, генеральный директор, который супер-супер-супер-супер, да, в своей области, вдруг она обнаруживает, что, в общем-то, если она не очень умеет подбирать персонал, то не то, чтобы это ее недостаток, это ее достоинство. Это значит, что, в общем, вот хорошо бы она этим не занималась, да, и поэтому у нее появляются какие-то аргументы, да, для того, чтобы, ну, просто как-то адекватно строить структуру в компании. У нас вообще призыв, что и генеральные, и финансовые, они должны вместе с консультантом по-партнерски заниматься этими темами. Вот на форуме мы как раз рассказываем, делимся своим опытом, да, потому что заказчик, вот, которым Евгений, например, является в нашем лице, он должен быть компетентным. И решение любое, это только партнерское решение заказчика и исполнителя, предпринимателя, генерального директора или финансового директора и консультанта. А консультант тоже, я хочу подчеркнуть две вещи. Консультант, во-первых, он обладает опытом, но у предпринимателя же тоже опыт, у него опыт в ежедневной деятельности, в ежедневном бизнес-процессе. У нас, у консультантов, опыт работы с так называемыми вызовами, задачи, которые предпринимателя получают там очень редко или вообще один раз в своей бизнес-жизни, потому что в другой раз уже будет рынок другой, масштаб компании другой, все будет другое. Так вот, консультант, он как пчела, переходя от одного проекта к другому, вот в текущем моменте у консультанта может быть 5-6 одновременно проектов схожих, потому что рынок пока один и масштаб компании один и так далее. И вот опыт, и второе, это методология. Очень часто работа консультанта выглядит так, что разобрать сложный часовой механизм, все смазать, собрать, и оно пошло. Но вот это разобрать, почистить каждый винтик и аккуратно собрать, вот для этого нужна особая методология. Просто так это как бы не получится. Вроде все просто, но начинаешь делать, не получается. А консультант ставит задачу, чтобы научить и непосредственно участника разбирать, смазывать и собирать? Или это только задача консультанта? Вы знаете, какие-то, до какого-то момента может генеральный и финансовый сам дойти, но после он упрется в стеночку и не надо там тренироваться головой. Сейчас мы узнаем, как эта стеночка выглядит после новостей, и Женя нам расскажет новости. Новости. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем тему развития предприятий, эффективное управление ими, практику успешных решений по следам недавно закончившихся круглого стола финансовых директоров. В студии у меня Игорь Островский, старший партнер КСК «Групп», Валерия Дворцевая, генеральный директор кадрового агентства «Визави Консалт» и Евгений Чадышев, генеральный директор компании «Инфозащита». Ну что ж, мало времени, давайте сразу продолжим беседу. Ну и, Жень, тебе вопрос, вот про стену заговорил Игорь, помнишь, да, этот рассказ, что действительно до какого-то момента, да, руководитель может сам двигаться вперед. Ну, это зависит, наверное, еще и от каких-то личностных качеств этого руководителя. Но независимо уже от этого, рано или поздно наступает вот этот вот предел, когда нужна профессиональная консультация. У тебя был такой случай? Ну, у меня это происходит прямо в реальном времени. Ты сейчас у стены. Мы сейчас сидим, а там в офисе стена. Значит, ну, шучу, конечно. Могу сказать, что когда бизнес растет, а вот как Игорь правильно сказал, средний бизнес, он растет в процентном соотношении намного быстрее, чем крупный бизнес. Постоянно возникают какие-то проблемы. Ты их решаешь сам, вот, но и многие так сами их и решают. У меня множество знакомых, которые никогда не обращались к консультантам и, значит, никогда, может быть, и не обратятся. Я для себя понял, что очень, конечно, важна личность консультанта. Вот, говорить, если про форум, то там разные приезжают консультанты. То есть там команда приезжающих консультантов меняется. От форума к форуму. От форума к форуму, да. Вот, и, скажем, были люди, которые занимаются управленческим консалтингом. Вот я с ними пообщался, ну, вот, не зацепило. Вот, появились другие какие-то люди, я пообщался с ними, зацепило намного больше. Вот, появились у меня к ним вопросы, вот мы взаимодействуем. Вот, поэтому, если говорить про практический выхлоп, то, ну, у меня он есть. То есть есть несколько компаний, с которыми я начал работать. Это компании, с которыми, ну, в первую очередь, это люди, вот, за которыми стоят компании, с которыми я познакомился благодаря форуму, благодаря КСК-группу. Ну, вот, я про выбор консультанта хочу сказать. Он всегда традиционен. Первые, господа, генеральные финансовые директора, если вы выбираете консультанта, вы должны побеседовать. Первая беседа, она всегда у любого консультанта, значит, будь он высокооплачиваемый, известный, неизвестный, неважно, она всегда бесплатная, вы в рамках этой беседы должны почувствовать, что консультант профессионал и должны проникнуться к нему, естественно, доверием. То есть психологическая смычка, вот эта вот химия известная, она должна произойти. Вот, второй момент. В рамках этого же разговора вы намечаете проблему, вы понимаете, что консультант сможет вам по себе предоставить рекомендации, что он похожую задачу решал и в похожем предприятии решал, такого же масштаба, такой же специфики бизнеса. Извини, пожалуйста, а я вот сразу у Валерии хочу сказать, а всегда есть вот этот живой пример, о котором сейчас Игорь говорит? Ну, конечно, потому что дело в том, что есть, Игорь дает советы бизнесу, а я могу рассказать, как я там вот уже 16 лет там своих консультантов учую. А услуга — это такая штука, которую не потрогаешь руками. Если бы это были зажигалки или кастрюли, можно было бы показать образец и сказать, вот ты получишь ровно такую же. Вот так она работает, да? Вот такой будет результат. Вот такой результат. И вот тебе понятно, что если там награду сниже, на шероховатость больше, то мы сделали плохо, а если вот это — хорошо. В услуге это невозможно. Нет одинаковых услуг. Когда меня просят подобрать финансового директора в одну компанию или в другую компанию, и говорят, ну, вы же таких же подбирали. Да нет таких же. Да, мы же с вами все разные. У меня вот воду здесь сколько, вот они все финансовые директора. Да, да, да. Мы же все люди, но мы же все разные. И поэтому, наоборот, со стороны консалтинга, почему есть эта встреча? Да, я всегда консультантам говорю, обязательно надо встречаться с клиентом, обязательно надо разговаривать. Если вы понимаете, что вы друг друга не слышите, не чувствуете, не возникает доверия, порекомендуйте клиенту найти себе другого консультанта. Без доверия оказать услугу невозможно. Без симпатии, без партнерства — это всегда совместная работа. И что бы ты ни делал, подбираешь ли ты персонал, ставишь ли ты IT-системы, Систему продаж, налоговое консультирование, все, что угодно. Ты же входишь в подбрюшье, ты получаешь такую, в общем, вполне себе интимную информацию о компании, которая там и опасна в смысле разглашения конкурентом, я не знаю, еще что-то, где-то неловко, потому что у меня вот кажется не совсем так хорошо бы, а где-то, наоборот, супер-пупер. И тогда тебе должны доверять, ты должен этому отвечать. На самом деле, услуги — это такая область, где это абсолютно репетиционный бизнес, то, о чем Игорь говорил. Одно неловкое движение, и клиентов может больше не быть, какой бы ты умный и разумный, качественный не был. Я согласен, Валерий, я еще, знаете, о чем подумал, что, наверное, это все-таки поступок со стороны консультанта, в какой-то момент, почувствовав, что нет химии, сказать, извини, дружище, найди себе другого. Это, с одной стороны, поступок, с другой стороны, это здравый смысл, потому что, если ты пойдешь и будешь работать поперек, как бы, ситуации, ну, там есть разные варианты, можно задать клиенту вопрос, можно поменять консультанта, можно просто понять, что мешает. Бывают очень смешные, будет в следующий раз время, расскажу, очень смешные истории, как происходят. Я думаю, что Игорь море таких знает. Но если ты все равно пойдешь поперек ситуации, опыт показывает, что никому выигравших не будет. Поэтому, ну, с одной стороны, мы можем гордо говорить, что это, да, поступок, с другой стороны, это поступок. Да, это выиграл-выиграл. Вот, но действительно, должна быть, вот тогда закончу, должна быть химия, должны быть рекомендации, и должен быть какой-то маленький там пилотный проект. Это тоже очень здорово. Дальше. Мы всегда призываем, и вот мы на форуме призываем к деловой культуре, повышать деловую культуру. Вот, мы под деловой культурой понимаем три простые вещи. То есть предприниматели должны всеми с вами бизнес-функциями, и налоговой, и правовой, и IT, и кадровой, и маркетинговой, и управленческой заниматься заранее, системно, и с помощью профессионального аутсорсинга, с помощью профессиональных консультантов. Как мы уже говорили, сначала с ними можно просто дружить, беседовать, и когда генеральный директор уже все сделал, что он мог сделать, но уперся вот в эту стеночку, дальше ломать эту стенку головой, это очень накладно по деньгам. Вот, Валерия Дворцевая всегда озвучивает такие цифры, что, допустим, неверно подобранный кандидат, он стоит, по крайней мере, полугодовой, свою полугодовую компенсацию. И в других, еще больше цена ошибки, в других функциях, это и автоматизация, и продвижение, вот можно выкинуть, и таких случаев огромное количество, огромные деньги на рекламу, или как выстроить отдел продаж, и он потом разбежится, и это будут только убытки. Еще и клиентов утащит с собой. Естественно, да, еще и репутацию испортит. Я бы добавила, скорее, еще позитива, что есть и подтверждение словам Игоря, много примеров, когда компания развивается линейно, постепенно приглашают консультантов, и совершают просто прыжок в пространстве, потому что это реально прорывные вещи, это реально синергия, когда это не плюс, вот такое какое-то наклонное движение, которое было задумано, это не только потери без них, потери еще как-то можно удержать, можно постараться сделать так, чтобы минимальные потери были. А вот сделать рывок, можно ли выжить без консультантов? Да. Можно ли нормально без них жить? Ну, большинство может, да. Можно ли сделать резкий рывок? Нет, иначе бы вы его уже сделали. Ну вот у Жени, Женя закивал головой, кстати, когда Валерия о рывке рассказал, видимо, как-то близко к сердцу. У тебя такой рывок был? Ну и сейчас такой рывок, в процессе как раз такого рывка. То есть ты сейчас в низком старте? Да, мы, в общем-то, он уже в процессе. Мы и так быстро удваиваемся там каждый год, да, но сейчас мы достигли уже такого размера, когда бизнес формализуется, процессы формализуются. Здесь, конечно, помощь консультантов, она полезна. Вот мы много времени тратим и сами, но вот без консультантов, наверное, мы просто набили больше шишек, наступали бы на грабли. Я просто, Олег, скажу, вот мы с Валерией примерно одно, одинаково по 19 лет занимаемся вот консультированием профессиональным, да? Если, допустим, 20 лет назад, понятно, что еще бизнес в России был там совсем молодой. Мы там консультанты смотрели тогда на западный опыт, это было немножко смешно, но признаемся честно, да? Ладно, смешно. Это какое вообще образование нам дали? Хорошее образование, но все равно без российского опыта мы пытались иногда западные какие-то реалии здесь адаптировать. Ну, вариантов не было других, конечно. Да, других вариантов не было. То сейчас, ну, подумайте сами, 20 лет прошло, уже частный бизнес, это целая история, то есть этого опыта, и его действительно много, методологии сложены. Любой бизнес, это как бамбуковая ветвь, он растет определенными этапами, и на каждом этапе одни и те же проблемы, и одни и те же задачи, и одни и те же трудности. И практический способ решения этих задач, эти практические способы, они тоже очень похожи, инструментарии похожи. Мы вот все разные люди, но тем не менее, если мы, не дай бог там, мы с вами, Олег, заболеем пневмонией, и даже Лера, она вообще женщина, другой человек, она заболеет пневмонией, но антибиотики будут одни и те же. У меня будет красивая. Красивая. Романтическая. Не, давай обниманий мы не будем, у нас осталась минутка буквально, вот социальную составляющую за эфиром, то, что ты произносил, два слова по этому. Безусловно, я низкий поклон Валерии и всем другим, нашим партнерам, консультантам, экспертам, потому что, конечно, с крупным бизнесом работать выгоднее. Крупный бизнес уже давно понимает, что он хочет, но те эксперты, консультанты, которые входят в стратегическое партнерство КСК групп, это их миссия. Мы помогаем частному бизнесу решать задачи и помогаем ему развиваться. Мы очень много чего делаем бесплатно. Бизнес-завтраки каждую неделю по правовой и налоговой безопасности и IT-безопасности, по системе продаж ежемесячно, деловые вечера устраиваем, где все консультанты приходят, выступают перед публикой с приветствием и потом действительно реально консультируют, как Лера говорит, потом рот болит, столько вопросов и столько бесплатно. Игорь, прости, ради бога, вынужден тебя прервать. Спасибо огромное, Игорь Островский, Валерия Дворцева, Евгений Чанышев в бизнес-классе. Я благодарю вас. Спасибо за внимание. Успехов в бизнесе. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.